Если дети не едут в лагерь, лагерь едет к ним. Дворовые тренеры, специалисты учреждений культуры готовы развлекать маленьких жителей города. Занятие, проходившее на Радищево-126, посетил губернатор Сергей Морозов. Именно я работаю на базе ТОСа Репина, то есть Репина-49, и на различных площадках мы организовываем с ними игры. Вам кто-то доплачивает? Нет, это добровольно мы решили подключиться для того, чтобы новый проект, то есть испытать и себя, и как бы получить опыт взаимодействия с детьми. Кстати, в детских занятиях могут принимать участие и взрослые. Волонтеры лета найдут интересное занятие им. Футбол, волейбол, скандинавская ходьба, игры и викторины. Специалисты готовы заниматься со всеми. На этом дворе будут тренировки три раза в неделю, понедельник, среда, пятница, с шести часов. До восьми, то есть по два часа. То есть будем заниматься легкой атлетикой, кроссовой подготовкой, общей физической подготовкой, скандинавской ходьбой, то есть различными игровыми видами спорта. Следующий год объявлен годом детского спорта. Объединив усилия отраслей спорта, образования, культуры и огромный ресурс территориальных самоуправлений города и региона, можно добиться настоящих успехов. И помочь провести это лето с пользой для всех. На совещании, состоявшемся после визита во двор, Сергей Морозов четко выразил эту мысль. Мы должны противопоставить сегодняшним вызовом совершенно другие новые проекты. И одним из таких проектов должен стать такой вот летний активный досуг. Но во дворах, в парках, в скверах. Губернатор считает, что во дворах, в парках и скверах нужно применять те форматы работы с детьми, которые традиционно используются в летних оздоровительных лагерях. С 16 июля планируется выход во дворы инструкторов по спорту, специалистов досуговой деятельности для организации физкультурных и досуговых занятий. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Уллправды.ТВ. Новости Уллправды.ТВ